Бандвагн 206 Фирма выиграла государственный тендер на право разработки и серийного производства легкого сочлененного вездехода с активным прицепом, предназначенного для нужд армии, патрульных подразделений и спасательных служб. БВ-206 предназначен для перевозки войск и оборудования через снежные территории и болотистую местность на севере Швеции. Низкое давление на грунт позволяет БВ-206 справляться с широким диапазоном сложных условий. Это полностью приспособленный к воде вездеход Амфибия, скорость передвижения которого в воде достигает 4,7 км в час. В целом грузоподъемность вездехода составляет 2250 кг, а также к нему может быть прикреплен дополнительный прицеп общей грузоподъемностью 2500 кг позади второй секции. Машина получилась настолько удачной, что быстро получила распространение по всей Скандинавии, а позже стала поставляться в США, Канаду и даже в Китай. Было выпущено более 11 тысяч вездеходов, используемых более чем в 37 странах по всему миру. БВ-206 относится к небольшим транспортным средствам с прицепами, называемыми СУСВЭЙ, в специальных службах США. Военные модели США включают и вариант скорой помощи, плоскостное грузовое транспортное средство, вариант центра по тактическим операциям и стандартную модель. Военные модели США оборудованы шестицилиндровым дизельным двигателем «Мерседес» и противопожарной системой с 1997 года, установленной из-за нескольких случаев полного сгорания передней машины. Техника Бандвагн-206 для Германии уже устарела, ее заменяют более новыми вездеходами БВС-10. ВСУ уже использует эту технику, партнеры передавали ее и раньше, хотя официально об этом не сообщалось. В частности, украинские военные могли получить такие машины от Нидерландов, Италии и Великобритании. Также на вооружении Германии стоит бронированная версия Бандвагн-206С. Бронемашина обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и небольших артиллерийских осколков. Для самообороны бронетранспортер оснащен кольцевой установкой для одного 7,62-мм или 12,7-мм пулемета. Бронированный гусеничный вездеход Бандвагн-206С хорошо себя зарекомендовал в условиях Арктики, пустынях и джунглях. На борту Бандвагн-206 могут находиться одновременно 11 бойцов, 4 в переднем отделении и 8 в заднем. Бандвагн-206С можно поднять в воздух вертолетами Boeing CH-47 Ченук и Саркорский CH-53E или его можно перевести в самолете C-130 Геркулес. Великобритания на данный момент использует три варианта транспортного средства. Вариант для перевозки войск, приспособленный для перевозки двух экипажей и 10 пассажиров. Командирский вариант, который может перевозить два экипажа плюс до 8 пассажиров с задней кабиной, оборудованной как усовершенствованная цифровая платформа связи. И транспортное средство для починки и восстановления, способное перевезти экипаж и четырех специалистов-механиков. Задняя кабина содержит кран-хайрб, полностью оснащенную переносную мастерскую, воздушный компрессор и шпилевую лебедку грузоподъемностью 9 тонн вместе с гидравлическими икорями. Все три варианта могут переноситься по воздуху при помощи вертолета CH-47 Ченук целиком или отдельно заднюю и переднюю части. Они также полностью оборудованы для плавания и способны плавать в различных морях при полной загрузке пассажирами и грузом. Прицеп можно адаптировать для разных целей в зависимости от модификации. Сцепка имеет общую длину 6,9 метров, массу 4,5 тонны. Машины достаточно высокие, 2,4 метра, ширина 1,87 метра. Всего за время производства с 1974 по 1980 год было произведено около 50 вариантов как военных, так и гражданских версий. Бандвагн 206 это стандартная версия с бензиновым двигателем Ford V6 мощностью 135 лошадиных сил. Модификации с дизельными двигателями Steyr или Mercedes-Benz называются бандвагн 206D, 206S или 208 и развивают мощность от 114 до 181 лошадиных сил. На обычной дороге машина развивает скорость до 55 км в час. 33 британских викинга принимали участие в Афганистане в конце лета 2006 года, когда королевские морские пехотинцы формировали парашютные воинские части в провинции Хеллмонд. Они были оснащены устройствами активной защиты бронированных транспортных средств, антигранатометные установки, которые уже доказали свою эффективность в боевой ситуации, как те, что использовались на бронированных транспортных средствах в Ираке, и уже была признана бесценная их способность передвигаться на скорости по труднопроходимой местности. Другое их преимущество состоит в том, что они слишком легкие, чтобы активизировать большинство антитанковых мин, тех видов, которые используются в сельской местности. Существует множество других вариантов, включая грузовой прицеп, прицеп для топлива, радар, командный пост и радиотрансляционный пункт. Эти транспортные средства можно легко приспособить под определенные нужды заказчика. В Малайзии используется 80 транспортных средств БВ-206, некоторые из которых оснащены радаром Артур.